Добрый вечер, в эфире еженедельная пятничная рубрика «Карантин лайф», где я и Егор Курупцев и мой коллега-друг Николай Левшиц говорим о последних событиях в Грузии и мире, что главное происходит, связанное с коронавирусом, и не только. Коля, привет. Всем добрый день. Ну, давай начнем с того, что мы, слава богу, в хорошей ситуации в плане коронавируса, в Грузии все более-менее спокойно, все открыто, в отличие, к сожалению, от соседних стран, я имею в виду Армению и Азербайджан, где, к сожалению, волна пошла еще одна, и в Армении уже, по-моему, 11 тысяч зараженных официально, но, в общем, тяжелая ситуация, но в Грузии в этом плане нормально, сумели как-то пока что пережить. Будем надеяться, что никакой второй волны здесь не будет. От чего осталось? Только, по-моему, закрытые рестораны, да? Да, на самом деле, нет, немножко, конечно, побольше. С этой недели, с первого числа открылись летние террасы, кафе, бар, ресторанов, и гораздо торговые центры открылись большие, все крупные, ну, с соблюдением, естественно, медицинских всех показаний, там измеряют температуру, открылись рынки все, не только аграрные, я вот на мебельный рынок ходил, у меня там, на самом деле, забавно мерили температуру, она четыре раза показала 41, и вот на пятый раз она показала 36,6, ну, говорят, бывает. Коля, как ты, Коля? Да, бывает, но, видимо, на солнышке немножечко откопали. Откопали. Аппаратура перегрелась, да. Так что, на самом деле, мы ждем 8 числа, будет разрешено уже внутри помещений барков и ресторанов заработать, останется несколько всего вещей, это железнодорожный транспорт, пока не запускают, потому что с тем кондиционирование, она все-таки тоже очень сильно внутри влияет, и будет невозможно, скажем так, доехать до Батуми, не подышав вот этим вот воздухом. Меньше стресса, это важно. Да, это действительно очень важно. Значит, и на самом деле внесен законопроект в парламент Грузии о штрафах за неправильное ношение маски, то есть маску нужно носить во всех закрытых помещениях и даже в такси. Штраф вот 50 лари для физических лиц, 500 лари для юридических лиц. Так что, наверное, на железнодорожный транспорт и массовые спортивные мероприятия, фитнес-центры, серные бани, вот такое вот небольшое, небольшие горячения. Ну, честно говоря, насчет масок в такси, по-моему, это полный бред. Коротко, почему мне так кажется, потому что все равно человек не может в такси сидеть рядом с водителем, он сидит сзади, сидеть в температуру 30 летом, в маске сзади, потеять, дышать в нее своими же вирусами, только для того, чтобы просто кому-то было приятно, но это немножко странно, потому что у водителя есть правило, что он должен быть в маске, он спереди сидит. Значит, я на него кашлять или чихать на расстоянии, сколько там до водителя, не знаю, но я очень должен постараться. Могу, конечно, из спортивных соображений, но, в общем, это ограничение, мне кажется, очень странным, в отличие от всех остальных, которые были. Должны заработать отели, хостелы, соответственно, там целый большой список к ним требований, и, в первую очередь, отели, которые работали во время карантина как обсервации, то есть они знают, как работать, они знают, как проводить дезинфекцию и так далее, дезинфекцию. Значит, если брать хостел, например, запрещены двухэтажные кровати, то есть двухъярусные, нужно обязательно либо закрыть... А что это значит, что все хостелы закроются? Нет, нет, просто, например, второй этаж этих кроватей будет там запечатан, не знаю, лентой будет закрыт, то есть нельзя им будет пользоваться. И очень много именно идет информации, то есть предписаний по дезинфекции, то есть там должен быть барьер между стойкой и посетителями, там нужно проводить два раз в день уборку, дезинфекцию ручек и все такое. Вот, достаточно сложно, честно говоря. Ну, вопрос сейчас в другом вообще, да, граница Грузии для иностранных граждан открывает 1 июля, и недавно, вот буквально вчера, после вчера, по-моему, вчера премьер-мистер сказал, что первыми рейсами будет, насколько известно, сколько я читал, будет Израиль, список стран до сих пор, так сказать, не утвержден, не согласован, его нет, с каких стран можно приезжать, с каких стран нельзя. Но кроме того, эти сами страны закрыты. Да, сами страны действительно закрыты, это все, то есть пока на словах я сегодня написал большой пост, и в Телеграме, и на Фейсбуке как раз именно про это, что не стоит доверять слухам, да, не стоит как бы нестись сломя голову, не знаю, 1 июля там брать билеты. Это, во-первых, авиакомпания, да, наличие билетов на сайтах авиакомпании, это совершенно ничего не значит, потому что не факт, что ваша речь состоится, а потом вы будете, вам дадут ваучер там в течение года на рейс, который, может быть, вам там не понадобится и так далее. Вот, ну и второе, это действительно не определенный регламент, да, то есть, во-первых, вы можете там, кто полетит в июле, могут либо попасть в 14-дневный карантин, либо этих стран вообще не будет в списке, вот, зеленые зоны так называемые, то есть, как, где, может быть, там, только вот в Батуми на границе вас заставят установить трекинг-приложение, и все, вот вам нельзя быть в границе от Джарии. Вообще ничего не понятно, неизвестно, поэтому я всем очень рекомендую, кто собирается в Грузию, Грузия ваш дождется, и обязательно приезжайте, но только чуть-чуть, немножечко попозже, для того, чтобы, ну, все-таки, все правила регуляции устоялись, и мы их вместе с вами обязательно проговорим и обсудим. Да, ну, я хочу сказать, что мы еще вчера провели первую живую встречу в офисе, это праздничное событие, потому что первый раз, и очень удивительно было вообще, значит, когда люди вместе сидят до 10 человек и в масках, но это такое, радостное, потихоньку, медленно жизнь восстанавливается. Ну, чего, к событиям, так сказать, уже не связанным с коронавирусом, сначала по Грузии, и потом, скажем, чего происходит, главное, может быть, даже в Америке и в России, естественно. По Грузии на этой неделе что? Наверное, основное – это то, что вчера был праздник Гарри Джоба, это день Давида Гареджи, когда в монастыре празднуют, значит, памятную дату, и в связи с этим националистические организации решили поехать в Давид Гареджи, проводить акции, ну, в общем, мутить воду, баламутить, и пытаться как-то еще немножко сделать накал в обществе сильнее, чем он есть. Ну, вот есть такие организации, и организация, которая это делала вчера – это Грузинский марш. Напомню, что и 10 дней назад тот же Грузинский марш физически предлагал охранять отца Георгия в Марнауле, городе грузинском, где живут азербайджанцы преимущественно, который выступал с не очень корректными заявлениями в адрес азербайджанцев. Вот. К чему я это? К тому я это, что это организация, которой несколько лет назад ее лидеры ездили в город Герой Москва с попытки учредить политическую партию, получить на это финансирование. Значит, сейчас они перед выборами октября 2020 года снова заявили о том, что будут создавать политическую партию. И вы знаете, ну, если раньше было, так сказать, вопросительно, то есть, например, ты должен был искать какие-то доказательства, почему они прокремлевские, почему они сотрудничают. Сейчас, в общем и целом, не надо ничего искать, потому что там Дмитрий Латкепанидзе, который директор грузинно-российского общественного центра имени, как его, Евгений Максимович Примаков, многолетний глава службы внешней разведки Грузии, о, Россия, извините, с ума сошел. Значит, вообще очень забавно открыть в Грузии центр имени главы разведки российской. Ну, то есть, это все равно, что назвать это не центр, а, значит, тут сидят шпионы и ждут, пока вы им чего-нибудь сдадите. И каждый день в Фейсбуке выкладывают посты, здравствуйте, пожалуйста, принесите нам секретную информацию и давайте напакостим Грузии как-нибудь. Ну, примерно то же самое называть именем легендарного, прекрасного, но главы разведки Российской Федерации, Евгения Примакова, который финансируется МИДом России. Поэтому вот это собрание имеет прямые хвосты. Сейчас вообще я должен сказать, что очень много всяких организаций политических, всякой вот это вот, я продолжил мысль, и, значит, заявили о том, что они собираются поучаствовать в выборах. Я уже, кстати, я уже видел, кстати, я вчера проезжал, уже баннер Альянса Патриотов видел в городе. Да, ну, Альянс Патриотов, это великие люди, да, кто не знает. Это официально такая московская партия в Грузии, у них свой вице-спикер в парламенте, и они такие националисты тоже, которые выступают против всех на свете, всех называют, они все саросята, значит, все геи, в плохом смысле они почему-то это имеют в виду, я не знаю почему, вот, либерасты, вот такие слова. В общем, это все одна и та же, по большому счету, тусовка такая, маргинальная, естественно, но, к сожалению, у них тоже есть свои последователи, как и в любой стране можно найти, значит, людей, которых можно накрутить на ненависть, злобу ко всему на свете. Вот они сейчас пытаются разными путями попасть в грузинский парламент, но я уверен на 99,9, что вот эта вся межпаха, конечно, ни в какой парламент не попадет. Альянс Патриотов, может, попадет из-за того барьера, который есть, это будет зависеть от того, насколько это нужно нынешнему лидеру Бедзини Ванешвили, во-первых, и, во-вторых, какой будет реально расклад к выборам, то есть если оппозиция к выборам сумеет хоть как-то поднять электорат, то разговор не будет про вот эти вот смешные партийки, он будет про власть, то есть либо правящая партия сейчас грузинская мечта, либо там объединенная оппозиция и повышающаяся, значит, европейская Грузия. А вообще, Егор, ты уже заметил, да, что на этой неделе, вот как раз вот когда все, в общем-то, немножко коронавирус так, ну не на второй план отступил, а там немножечко, да, на полшага назад, все-таки и поправки опять в Конституцию, поправки в избирательное законодательство и мажоритарные округа, то есть эта неделя достаточно была все равно уже такая политически грузиноактивная. Ну да, неделя активная, значит, сейчас на повестке дня основное в Грузии политически, это, да, изменение избирательной системы, но до сих пор не выполнен последний пункт соглашения по этой реформе, не отпущен на свободу Георгия Руруа. Напомню, там смысл, это человек, которого, он сейчас один из совладельцев был, главной оппозиционной телекомпанией, его арестовали, посадили, и можно долго разбираться, надо сажать, не надо сажать, но в данном случае это, естественно, исключительно политическая была история с его посадкой, давление и на канал в том числе, и оппозиция требует, чтобы по соглашению 8 марта его отпустили, власти отказываются. Я хочу сказать, что и Дипкорпус в общем и целом говорит о том, что лучше согласиться на что угодно, главное вот эту реформу провести избирательную, но надо сказать, что тут оппозиция грузинская настаивает, потому что они хотят показать, сделать прецедент, когда власти путем баланса противовесов выпустили своего политзаключенного. Вот, это тоже интересно, но еще раз там вернемся, договорим про Давид Гареджи, потому что это основная тема, в принципе, сейчас связанная с азербайджанно-грузинскими отношениями или отношениями азербайджанцев и грузин, граждан Грузии, идет большой накал, большое нагнетание, значит, по этой теме работает часть кланов в церкви, по этой теме работают разные прокремлевские силы, по этой теме работают разные провокаторы, поэтому просто хочу сказать, если этот эфир будут смотреть азербайджанцы или грузины, значит, не поддаваться на провокации, ни на что на это не реагировать, и как вот мы все просто по-человечески дружим, так и дружить. Никакой Давид Гареджи никто у кого не отнимет, вот так просто это не бывает. Если когда-нибудь будет официальный документ, где будет написано, что Азербайджан полностью забрал Давид Гареджи и ничего никого грузин туда не пустят, вот это проблема, да, естественно, этого не надо допускать, но этого никто пока делать не пытается. Поэтому там есть разные варианты переговоров по конкретно этому монастырскому комплексу, но идеальный вариант никаких переговоров не проводить, просто сделать к нему общий доступ для грузин и азербайджанцев, открытый, свободный, чтобы все ходили спокойно, как это должно быть в 2020 году. Памятник там наследия культурного под эгидой международных организаций. Сразу деньги польются от международных организаций, сразу туризм туда будет гораздо лучше с обеих сторон. Поэтому вот такие спорные моменты надо просто закрывать, и закрывать так, чтобы двум сторонам любого конфликта, вопроса, спора было выгодно, а врагам и всем недоброжелателям, чтобы они пошли к черту. Там очень на самом деле красиво, я там был буквально, наверное, в декабре, необычное время для посещения. Смотри аккуратно. Вот Коцарава тоже там был, его вызывали в службу госбезопасности. Да, но он все-таки личность известная и яркая. Ничего. Не переживай. Мы посмотрели, конечно, не так много, как было возможно раньше. Действительно, там во многие места сейчас не допускают. Это очень странно, потому что, ну, всегда это было раньше совершенно нормально. Ну, так и должно быть на основе дружбы. Просто отношения Азербайджана, ну, это сейчас такая другая тема, просто отношения Азербайджанской и Грузинской власти в какой-то момент претерпели небольшие изменения. Из-за этого возникли вопросы, связанные с Давид Гареджи, опять вернее вернулись на повестку дня. Ну, так вот, чтобы вопросы никакие не возвращались на повестку дня, те, по которым можно легко бить провокатором, пропагандистом и всяким, значит, социально неответственным людям, нужно просто их решать быстро и выгодно. Все. Туризм, религия, все довольны, все ходят, мир, дружба, жвачка. Ну, на самом деле, это вот сейчас очень хороший показатель. Наверное, тоже была дискуссия на прошлой неделе, может быть, чуть-чуть даже раньше по поводу высказаний в Министерстве здравоохранения Армении. И вот сейчас, последние 2-3 дня, когда в Армении ситуация стала очень тяжелой, даже грузинские граждане создали петицию для того, чтобы помочь Армении, и действительно Грузинская власти сказала, что готова помочь и медицинскими препаратами, и опытом, и врачами, и даже, в общем-то, обсуждаются разные варианты взаимодействия. Сотрудничать надо, конечно. Да, сотрудничать, и, соответственно, армянские власти тоже сказали, что с удовольствием эту помощь, поддержку примут. Здесь никакие обиды не должны быть просто наверху всегда. Да нет, ну, с соседями вообще не на что обижаться. С соседями. Вот по поводу соседей, может быть, посмотрим, что делается на северной стороне. В нашей необъятной родине. Да. Слушай, ну, там делается все как обычно, по-моему, да. Сейчас тогда... Это гениально. Я у кого-то вчера читал пост или сегодня в Фейсбуке, что, значит, там какие-то страны запретили все массовые мероприятия, закрыли все там концерты, что-то, что-то, что-то. У них упал сильно коронавирус, и все нормально. Они открыли границы и так далее. А Россия, у нее все закрыто, огромные цифры по коронавирусу, и они проводят парады победы и голосования. Коль, чего за парады... В смысле, почему 24 июня вдруг взялся парад победы, и чего за голосование? Ну да, на самом деле парад победы ранее был, наверное, только в Беларуси. Да, Лукашенко говорил. Лукашенко известная репутация в мире, и все его, наверное, принимаемые решения там, может быть, действительно немножко со смехом снимаются. Но вот Путин тоже достаточно высказался, с одной стороны, ярко, не знаю, в ярких кавычках. Да, по поводу парада победы, по поводу поправок в Конституцию идет обсуждение. Давайте только с одной стороны. Я сейчас чуть-чуть хочу сказать, кто, может быть, сейчас смотрит, если или посмотрит позже. Никакого голосования по поводу поправок в Конституции нет. Да, априори. Они уже были приняты раньше в Старственной Думе, и сейчас просто идет у Путина желание показать вот эту всенародную поддержку, да, потому что они уместили 206 поправок в один всего лишь вопрос, да или нет. Но это само по себе уже... О жизни, смерти и вообще. Да. О жизни, смерти и вообще, да или нет. Да, и там 206 пунктов маленьким, так сказать, убористым почерком, которые никто на участках не разглядит, там просто об этом не будет написано в первую очередь. Вот. Поэтому это просто такое вот желание Владимира Владимира Владимировича Путина показать всенародную поддержку о том, что он великий царь и государь, на самом деле. Поэтому, ну, а как же без этого, без... Извините, ты опросы видел? Левада-центр, да, давали опросы. Про царя государя, помнишь опросы? Нет. Ну, окей, хорошо. Не-не-не-не, про голосование, да, что, во-первых, больше половины людей просто не собирается идти никуда, а те, кто собирается идти, и половина людей говорит, что будут голосовать против. В результате, естественно, будет написано, что пришли все, и еще плюс миллион человек, и еще плюс миллион человек проголосовали за. Ты знаешь, я тебе что хотел спросить? А как ты думаешь, учитывая вот эти рейтинги, а реально у Путина рейтинг падает, и народ за этот коронавирус увидел, что даже тот, который, в общем, поддерживал, что это, как это, король-то голый, насколько парад победы 24 июня, который они, видимо, думают сплотить или там объединить или еще что-то, уже может сработать, когда люди вот сейчас три месяца сидят без денег, без еды и так далее? Здесь, скорее всего, опять же, может быть, мое мнение, да, или вот там друзей, с которыми я общаюсь, это одно из единственных, что у Путина осталось. Это полет в космос 61-го года, да, и там парад победы, воспоминания о 45-м, да, 75 лет соответственно. Но оно работает, ты думаешь, до сих пор? Это единственное, что осталось, то есть вот кроме этого вообще ничего нет другого, да, и если ты там, не знаю, у тебя тяжело болеешь, тебе есть вариант хотя бы там на небольшое количество времени какую-то выпить таблетку и снизить жар, наверное, ты ее снизишь, да, ты ее выпишешь, эту таблетку. Вот это вот такая бравурность, вот эта показательность, это как раз вот такая вот путинская таблетка на еще, может быть, там, не знаю, там месяц, два-три, которая ему поможет, может быть, отвлечь внимание. Опять же, мы это обсуждаем, значит, и политики обсуждают, и СМИ это в России обсуждают. Ну, как можно обсуждать, когда чувак в кризис и, значит, коронавирус парад победы запускает? Все обсуждали, что он сумасшедший. А он в это время продолжает, там, его друзья еще месяц там качать нефть, грабить страну и так далее. Вот, поэтому вот все его какие-то вот эти вот там телодвижения сейчас, то, что он там выступает через каждый там день, по-моему, или еще что-то обсуждают, там, ручку положил не так, или он что-то сказал, это вот именно все про это, да, ничего глобального не меняется. И правда, ну, опять же, если мы чуть-чуть сейчас вернемся к голосованию, то оно само по себе уже устроено так, что нарисуется что угодно, да, результат по поправкам, он будет продолжаться в течение семи дней. Слушай, извини, а ты не знаешь, люди физически идут голосовать? Да, люди идут физически голосовать. А то, что они все заболеют, это не проблема? Всего лишь несколько регионов, где, соответственно, электронное голосование будет, но на самом деле это еще один факт, да, то, что электронно уже это в Москве, мы с городом уже доказали, что там можно нарисовать все, что угодно. Да, на самом деле интересный факт, должен быть термоскрининг, да, то есть на участках. И, например, если у меня температура, да, что мне не дадут голосовать или как развернут, такой вот вопрос тоже обсуждается. Но это юмор, конечно, ирония. На самом деле, я говорю, семь дней будет длиться голосование. То есть списки избирателей присутствуют, участковые комиссии собираются там как попало. Это все абсолютнейший цирк, и в регионах, я уверен, мы там получим опять 99%. В Чечне, в Кабардино-Балкарии, в Ингушетии, там, в Дагестане. Я тебе знаю, сейчас такой вопрос задам на грузинском. Это очень популярное выражение. Грешуэль-Любараме, это что-нибудь спасет нас? Вот ты говоришь, все, цирк, ничего не изменится, они уже все решили. Ну, то есть вот то, что сейчас народ более или менее очнулся, какая-то его часть, или ты считаешь, что не очнулся. Значит, может быть, после голосования. Ты не думаешь, что какие-то будут другие новые процессы? Ну, на самом деле, процессы есть, они идут, может быть, не так заметно, не так активно, как мы, может быть, можем наблюдать в других странах. Ну, например, вот, да, Леонид Волков предложил устроить забастовку избиркомов, да, то есть членов комиссии там, или членов комиссии права решающего голоса. Это все правда, может показаться так вот не очень значительным, но обсуждение, даже, ну, это в любом случае польза, да, я не могу сказать, что... Подожди, извини, а если человек в этой комиссии, он разве не их уже заранее? Там другой вопрос, что это... Нет, во-первых, достаточно много было людей принято в комиссии либо нейтральных, либо оппозиционных. Вот, они есть, да, их немного, их небольшинство, конечно, но все равно они есть, они присутствуют. Ведь эти юридические, вот эти вот поправки Конституции, это не выборы. И вообще эти комиссии не имеют права юридически, да, организовывать это голосование. Да, начнем с того, то есть они под другое сделаны. Они под выборы, там, не знаю, местные, президентские, парламентские и так далее. Вот, их собирают именно сейчас вот для того, чтобы провести вот этот вот цирк-концерт. Я очень надеюсь, что, не знаю, если у вас там кто смотрит, друзья, знакомые, которые сидят в комиссии, поговорить с ними. Есть очень много данных персональных выложен на сайтах избиркомов. Понятно, что мы уже десятки раз обращались с членом комиссии, там, с призывом, там, не мухлевать, ничего не делать и так далее. Но на фоне вот этого вот пандемии, на фоне действительно, ну, не знаю, вот этого безумства Путина, может быть, это отчасти и сработать. Ты знаешь еще что, если из России будут смотреть, я бы предложил всем не быть Темой Лебедевым и смотреть вообще, за что вы идете голосовать или выступаете. Это голосование, которое не голосование, как Поля уже сказал, это просто выражение поддержки действий Владимира Владимировича Путина и обнуление его сроков, чтобы он был президентом до своей, так сказать, нескоропостижной, скорее всего, потери, значит, ориентации. Я не хочу другие слова употреблять, это, не знаю, может, незаконно. Вот. Смотрите, понятно, что ему, в общем, терять-то нечего, потому что там Боинги, там какие-то войны, там то, пятое, десятое. То есть чувак сидит в углу загнанный, у него жутчайший кризис. Цены рухнули, потом немножко поднялись. Кризис, не имею в виду на энергоносители, кризис жутчайший. Они профукивают по-другому, я не могу сказать, все что угодно. Вы, наверное, кто знает, кто интересуется, что в России происходит. Там то Собянин какую-то пургу несет, то Путин какую-то пургу несет по ситуации с коронавирусом и каким-то мерам превенции и так далее. Вот, поэтому у них очень тяжелая ситуация, они, в общем и целом, в углу, а из угла тебе уже, в общем, пофигу. Поэтому ты будешь придумывать что угодно, воровать побольше бабла и строить себе какую-то защиту. Я сейчас вот на самом деле абсолютно разваливаюсь со всех сторон, это пытаются сшить. Мы сейчас наблюдаем, не знаю, кто следит, может быть, внимательно. Действительно, очень серьезная экологическая катастрофа в Норильске. Там, не знаю, авария, которая послужила просто, не знаю, очень-очень долгие последствия. Это выброс нефти, да? Да, соответственно, там Норильск и так далее. Очень-очень-очень серьезно все. Есть известное видео, да, когда сидят губернатор и Путин, и Путин к ним обращается, говорит, а что, а кто владелец, да, что вообще делали, а почему через заявление органов власти прозвучало через два дня после катастрофы, да? Губернатор внется, да, они то есть разыгрывают эту картину, и сегодня на самом деле владелец, да, Норникеля потайно сказал, что они выделят на ликвидацию последствий катастрофы 10 миллиардов рублей. Я просто боюсь себе представить, что же там за катастрофа, что же там на самом деле случилось, что такая огромная сумма нужна на реквитивацию, восстановление и так далее. Ну да, да, поэтому понятно, что вот и парады они сейчас накидают, стук 100, потом какой-нибудь день России еще есть, еще что-нибудь. У ребят просто выхода нет. И сейчас, между прочим, некоторые и украинские, и даже есть грузинские коллеги, эксперты, друзья, там, чиновники говорят в разговорах о том, что, видя, что Путин в такой ситуации, по обыкновению он может захотеть устроить какую-нибудь маленькую победоносную или там агрессивную историю в соседних странах. В теории все может быть, поэтому следить за тем, что там происходит, все равно надо и важно. Я на самом деле не знаю, вспоминал, мне удалось небольшое количество времени общаться, дружить, работать с Борисовичем Немцовым. Он действительно вот сейчас сказал про Малин какую-то, не знаю, войну, агрессию или что-то еще. Он сказал мне как-то, мы ехали куда-то в Иваново, по-моему, он сказал такую фразу, которая мне надолго запомнилась. Ну, известная фраза у него есть в Киеве, я не буду говорить про Путин, да, все ее знают. Он же у вас странный. Странный. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да, вот, а он сказал, что, говорит, многие, говорит, на самом деле не воспринимают одну вещь, что может быть вообще так получится, сколько сейчас ему, там, лет 68, да, там, не знаю, уже 66, вот, может быть, он говорит, вообще скучно умирать одному, говорит, будет. Я, говорит, вообще не удивлюсь. То есть, этого человека предсказать вообще невозможно. Ну, да, да, поэтому очень внимательно надо сейчас обращать внимание, чем хуже ситуация в России экономически, политически, как угодно, тем больше риски для соседей, потому что понятно, что он пойдет на ухудшение с Западом, понятно, что он пойдет на ухудшение со всеми, только потому, что у него нет особо выхода, иначе его можно додавить. Ну, собственно, Запад, к сожалению, наверное, для меня, не знаю, я скажу только для себя, не очень старается никого додавливать, то есть, они, конечно, четко понимают, что сейчас есть момент, чтобы разными санкциями добавить с той стороны, с другой стороны, им и так тяжело, но они как раз боятся той реакции, что если там все начнет просто рушиться вдруг, то это может привести к неизвестным последствиям для населения страны, для соседей страны, для безопасности международной. Ну, я-то считаю, как раз, что лучше бы они все-таки это сделали. Да. Ну, давайте на самом деле мы через неделю, у нас будет, получается, эфир 12 июня, будет день рождения, да, вот, мы как раз, в общем-то, будет нас, может быть, больше информации и про поправки Конституции, про коронавирус в России, про то, что там вообще происходит, а сейчас, может быть, на секундочку я тоже, конец нашей передачи, предлагаю перенестись в Америку, там достаточно много тоже за последнюю неделю событий, совершенно разных и заметных, но прежде я хочу процитировать один абзац из известного средства массовой информации, есть такой спутник, спутник Джорджия, да, который спонсируется компанией Rush Today. Средства массовой провокации, да. Средства массовой провокации, спутник Джорджия, вот такой вот там вот абзац, я просто прочитаю, это вот для тех, кто говорит, да, они не такие плохие, они, в общем-то, там пишут всякое разное, иногда и полезное, вот, среди полезного очень часто я замечаю, потому что, ну, и приходится силу и работы, и деятельности, и интереса мониторить. Вот такой вот абзац. Жутковатый эксперимент, который Запад ставит над своим молодым поколением, уже не удивляет. Привычными стали новости об очередном внедрении в детские умы и тела идеологии либеральной политкорректности в самой радикальной форме, будто акции с публичным выверждением жирафа в зоопарке или медицинские процедуры по торможению полового созревания в рамках политики свободной гендерной идентификации. Они реально вот это пишут? Да. Какой ужас. Слушай, они раньше лучше работали, у них было более нейтрально все, это катастрофа, да. То есть тут на самом деле просто можно... Это стиль абсолютно маргинальных помоек. Читать можно долго. Либералы и консерваторы могли схлестываться в жестких схватках за влияние на юношество, однако для обеих сторон было важно, чтобы с детей выросли законопослушные граждане, живущие постановленным правилом. Ну, в общем, да, ну, понятно. Про Америку чего? В Грузии, в Билиси прошел какой-то а-ля митинг в поддержку и там против полиции американской, я не знаю что. Ну, это не митинг, это цирк, конечно, полный и бредятина, потому что с какой-то стати в Билиси у здания парламента в центре города, грузинского парламента, который наверняка отвечает за полицию в Соединенных Штатах, проводит какой-то митинг, кто вообще такие, чего хотят, пусть едут куда-нибудь там. Если они американцы, это надо делать, ну, как минимум, посольство США. Тогда уж, если это местные, то это мне больше какую-то провокацию напоминает. Если это хороший митинг, например, за права человека, его там убили человека, ногой стоял полицейский и погиб, к сожалению, подозреваемый, я не знаю, как его называть, господин Джордж Флойд, который умер, большая трагедия. Если хочется поддержать, то это делается по-другому. Можно принести цветы к посольству США, можно встать с какими-то свечами у посольства США в поддержку Джорджа Флойда. Это хорошие акции в поддержку народа, защиту прав человека и так далее. А это все какая-то абсолютная бредятина. Ну, к сожалению, я очень рад, во-первых, что это сильно не освещалось основными грузинскими медиа. Во-вторых, очень много сейчас пошло каких-то разных странных историй. То какие-то акции непонятные возникают, то у российской секции, то где-то еще, то какие-то, значит, мальчики-спальчики какой-то бред пишут в социальных сетях, пытаясь там, видимо, как-то себя преподать, получить аудиторию и стать кем-то за счет хайпа и всякой ерунды и провокаций. Вот, ну, к сожалению, для Грузии это все не очень полезно, но, слава богу, это остается на данный момент на уровне очень низком в плане популяризации. Никто особо про это ничего не знает, не знает, и слава богу. Вот, если будет выходить за какие-то другие уровни, ну, это уже будет, конечно, проблемой. Чего? Все, наверное, на этой неделе, уже у нас 35 минут. Да, наверное, самое основное мы обсудили и про Грузию, и про Россию, про международное отношение, про США. На следующей неделе тогда мы в пятницу включаемся в это же время, в этом же месте. Всем всего доброго, будьте здоровы. Спасибо, всего доброго.